сейчас я его показываю смотрите иногда нам надо внутри таба тоже там сделать как домик в домике первый таб второй таб третий таб а в нем еще ложные табы и внутри них тоже можно еще табы сделать да вот когда в бизнес системе разные группы данных делятся и чтобы не засорять экран их делят табами но не всегда внутри таба вот можно разделить получается внутри таба надо еще дочерние табы делать и еще и еще возможно углубляться да вам на домашку вот этап у нас второго уровня получается да вы еще проделать этапы третьего уровня хорошо в нем еще до я сейчас я код покажу так я покажу только вот в этом месте хорошо потому что все остальное такое же вот в ютаб второй раз я уже применил вот первый в ютаб когда мы общие все табы создавали да а вот для этого уровня еще раз в ютаб я запустил на функцию и назвал mytaps 3 1 то есть от третьего внутри еще в нем 1 да и внутри него май так вот mytap и mytaps это разные переменные потому что одна буква другая уже разная переменная до mytaps это все табы а mytaps это один таб на и через витаб вот балла таб 1 и балла таб 2 балашка у нас есть да две балашки вот в общем и в баллашку мы уже положили получается текст и поле ввода которое раньше было сейчас мы четвертый и пятый для сравнения откроем вот смотрите в четвертом эти два поля и два текста были в последнем табе да а в пятом последнем табе еще два таба есть и и оно разделено понятно то есть мы уже теперь можем многоуровневые иерархическую делать иерархию зачем нужна вы знаете кто ее придумал известно чингисхан слышали такого мужика он смог победить многие страны за счет чего то вот представьте в армии у вас очень много солдат на и вы командир каждый солдат что-то хорошо умеет делать а что-то умеет плохо делатьpek и как нужно расставить солдат каждому любую функцию дать или кому-то что-то хорошо умеет делать дать то что он хорошо умеет делать а то что он плохо умеет делать ему не давать как правильно будет да Но если вы командир и у вас очень много солдат, вы успеете за каждым солдатом уследить? Нет, да? Вот просто время, вам же воевать надо, да? А чтобы успеть, что он сделал? Он ввел иерархию. У него назывались там десятка, сотня, тысяча, десять тысяч, да? Сейчас это же сохранилось, только называется по-другому. Отделение, свод, рота, выше роты батальон, выше батальона полк, да? Выше полка дивизия, выше дивизии армия, выше армии фронт, да? Получается. И это все вот так разделено. Вы можете такой пример попробовать сделать. Есть еще промежуточные, между... Вот больше дивизии, кажется, немножко. Это корпус, да? Я сейчас уже не помню. Промежуточные, допустим, если у нас... И во взводе сколько отделений? До четырех, может быть, да? Да, до четырех. А в роте сколько взводов? Тоже до четырех взводов, да? Три, может быть, взвода или четыре взвода. В батальоне сколько рот? Тоже три-четыре роты в батальоне, да? В полку три-четыре батальона. Получается, в дивизии три-четыре полка. А на фронте у нас, получается... А, в армии три-четыре дивизии и на фронте три-четыре армии, да? Да. Зачем это делается? Потому что, чтобы не общаться главному командиру с каждым солдатом, водятся промежуточные командиры. И главный командир только с тремя-четырьмя людьми разговаривает. И каждый из них тоже с тремя-четырьмя людьми разговаривает. Чтобы на каждом уровне, получается, ставится мозг и управляет уже. Допустим, командир полка дает командирам батальона общее задание, да? А уже командир батальона дает задание командирам рот, да? А командир рот дает командирам взвода, командир взвод дает задание командирам отделения. И тогда на каждом уровне командир знает, что его люди могут делать. Допустим, командир батальона знает, что каждая рота хорошо может делать, да? Соответственно, командир роты знает каждый взвод, что хорошо может делать, да? А командир взвода хорошо знает каждое отделение, что какое-то отделение, допустим, может выполнять функции разведки, а какое-то не может, даже не каждому можно, и поэтому отделение разведки отправляет. А внутри отделения, командир отделения знает каждый солдат уже на что способен. Там в отделении 9 солдат, кажется, да? Отделение тоже еще на группы делится. В итоге, вот эта система, которую Чингисхан придумал, она позволила ему собирать войско любого размера и хорошо им управлять. И за счет этого он смог победить другие войска. Вот представьте, у него противник, допустим, уже тысячу человек. У них уже начинается проблема общения, да, коммуникативных, когда тысяча человек. А у Чингисхана этой проблемы нету, да? И это позволило ему что? Success story свою, да? Добиться успеха. Вот. И его успех зафиксирован. Получается, все армии мира его опыт переняли и делят. А соответственно, мы элементы управления, и код, и в информатике много чего вот по иерархическому принципу делится, чтобы упрощать на каждом уровне. Вот даже папки, каталоги, да, на диске есть, да? Вот насколько этот Чингисхан воздействовал. Массово он внедрил. Возможно, до него кто-то еще тоже, но массовый пиар иерархии внедрил он. Ясно? Вот. И иерархия очень важна, чтобы на каждом уровне ограниченное количество, потому что человек может оперировать ограниченным количеством независимых понятий, оказывается. Вот когда во время боя очень нервная ситуация, да, потому что выжить или умереть, да? И есть время спокойно подумать. Это напряженные обстановки. И надо срочно задачу разделить нескольким подразделениям, да? Точно так же, когда вы будете внедрять информационные системы, вот если во время боя ошибка придет к чему? К поражению, к смерти, к поражению. А в информационной системе, если вот напряженная работа там тоже будет с клиентом, да, у него срочные данные и так далее, вам эту систему нужно делать. А ваша ошибка в информационной системе к чему может привести? Потери клиента, банкротству. Ну это равнозначно смерти у армейских, да? И инструмент у нас тоже аналогично применяется. То есть иерархию вводить, структурировать. Иерархия вам помогает отбросить лишние мысли, разделить их и на каждом уровне думать только о том, что здесь есть. Вы поняли? Поэтому нам важно уметь разделить элементы управления на табы, а количество уровней в табах будет у нас таким, каким нужно для задачи. Можно 3, 4, 5, 6 уровней вложности можем делать. Если информационная система предприятия сложная, вот мы ее упрощать будем за счет ведения иерархии. Понятно? Так, вопросы есть? Дома сделает пример. Хорошо?